МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О том, как будут проходить занятия в школе гостеприимства и чему научатся ее выпускники, мы поговорим сегодня с нашими гостями. Это руководитель проекта «Школа сервиса и гостеприимства» Евгения Алексеевна Вторушина. Добрый день. И руководитель Центра компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры Владислава Юрьевна Вишневская. Добрый день, коллеги. А перед тем, как перейти к вопросам, напомню, что трансляция пресс-конференции идет в группе ОТРК Югра ВКонтакте, где наши зрители могут задавать вопросы и оставлять комментарии. Также у нас на связи журналисты муниципальных СМИ. Итак, гостиница, ресторан, кафе, сервис Хорика. Расскажите, что это такое? Выбирайте, кто отвечает. Давайте начнем, наверное, с меня. Хорика вообще это такое общее понятие всего, всей сферы туризма и гостеприимства. Мы понимаем, что сегодня туризм и гостеприимство – это две взаимопроникающие области, скажем так, ведения бизнеса, которые обеспечивают нам, в первую очередь, комфортное пребывание. И здесь важно, когда мы говорим о туризме, важно не только воспринимать то средство размещения, в котором мы останавливаемся, или же предприятие питания, в котором мы обедаем, ужинаем, завтракаем, но и еще очень большое значение на сегодняшний момент уделяется именно информационному сервису и информационному сопровождению всего вашего процесса пребывания. Здесь особую роль получают туристские информационные центры, музейные объекты. То есть мы сегодня говорим о... Говоря о Хорике, это именно компонент гостиничной, ресторанной и обслуживания, но говоря о в целом сфере туризма и гостеприимства и то, на что нацелена будущая школа и этапы, которые мы уже провели в 2020 году, это как раз более такое широкое понятие, обеспечивающее максимальный комфорт пребывания на той или иной территории. Ну и само слово Хорик – это аббревиатура. Естественно, это Hotel, Restaurant and Catering. Хорошо, вы добавите что-то или... Коротко добавлю, что основная наша задумка при создании школы сервиса, она в том, чтобы подготовить, повысить качество сервиса в Югре за счет подготовки кадров. И вторая составляющая – это создание сообщества сотрудников, которые работают в сфере гостеприимства. Для того, чтобы у нас было общее такое информационное единое поле, где мы могли обмениваться опытом, потому что достаточно много экспертного опыта накоплено и внутри Югры, и мы все должны, ну как должны, мне кажется, этим делиться друг с другом, для того, чтобы общий уровень сервиса у нас в регионе, конечно, рос и радовал нас и наших гостей. Замечательно. Итак, как уже было сказано, 26 марта старт школы. Скажите, на кого рассчитана, для кого эта школа? В конце 2020 года мы провели первый поток. Я так немножко отлистну назад. Тот поток у нас непосредственно был направлен на подготовку линейных специалистов. Мы проводили обучение для горничных, администраторов, официантов и администраторов службы приема и размещения. И в этом году мы запланировали себе на три месяца мероприятия, уже направленные на управленцев сферы хорика. То есть мы поработали с линейными специалистами, поняли примерно, какие есть болевые точки, какой информации недостаточно, какие навыки надо развивать. И теперь уже у нас эта ревизия частично проведена, и хотим совместно эту работу продолжать с руководящим составом наших предприятий, отелей, ресторанов, объектов туризма, которые готовы вкладываться в развитие персонала и повышать сервис. Соответственно, запланировали мы, уже даже не четыре, а пять. У нас есть еще одно мероприятие. Четыре мероприятия состоятся в Ханты-Мансийске. 26 марта это будет двухчасовой тренинг от ненависти до любви, как работать со сложными гостями, если такие ситуации происходят, как конфликтные ситуации прорабатывать для того, чтобы гости к нам возвращались. И мы любили друг друга долго и счастливо. 22 апреля у нас будет тренинг для руководителей службы горничных о том, как грамотно организовать, распределить нагрузку между ночными и дневными сменами и оптимизировать круг задач и ресурсов, которые есть у службы в подчинении. 29 апреля тренинг для руководителей кафе и ресторанов сферы общепита. Это перезагрузка ресторана по правилам 2021 года, по той реальности, в которой мы живем. И 25 мая тренинг для менеджеров и для руководителей служб продаж и бронирования наших продуктов и услуг в туристической сфере. И про 7 апреля я передам слово Владиславе Юрьевне. Мы 7 апреля еще проводим в Сургуте мероприятие на базе парка «Россия. Моя история». Там мы собираем тоже участников туристского рынка. Как я уже повторилась, не обязательно это принадлежность к отельному бизнесу или ресторанному. Нам важно, чтобы все те ключевые этапы, ключевые цепочки, которые задействованы в создании туристского продукта на территории округа, они были задействованы. Потому что сервис — это такое понятие, с одной стороны, оно кажется эфемерным и очень сложно пощупать. Но сегодня разработано очень много технологий и методологий, в том числе они будут применяться в школе сервиса, когда мы прослежим очень четкую связь между качеством сервиса и объемом тех средств, которые зарабатывает то или иное предприятие. Почему Сургут? Наверное, вопрос риторический. Это один из наших самых крупных деловых центров в автономном округе с очень большой концентрацией объектов как туризма, объектов туристского показа, туристского интереса, и в том числе и объектов туристской инфраструктуры. Хочу уточнить, Евгения Алексеевна упомянула о правилах 2021 года. Скажите, что это за правила? Речь идет скорее о неписанных правилах, которые диктуют сфера бизнеса, о том, как есть болевые вопросы, с которыми сталкивается каждый руководитель. Например, это текучка персонала, или серии «все хотят поменьше работать и побольше зарабатывать». Ну, достаточно классическая история. Да, все хотят привлечь, безусловно, больше к себе гостей в заведение. И есть специфика после пандемии и в продолжении пандемии, которую, безусловно, нужно учитывать. У нас все еще продолжается или периодически возобновляется ряд определенных ограничений либо по времени работы, либо по формату работы, либо по необходимости использования дополнительных защитных средств. И, безусловно, все это необходимо учитывать для того, чтобы работать и в рамках закона, и при этом увеличивать свои продажи именно посредством повышения качества сервиса. То есть мы говорим о том, что сервисы продажи идут в непосредственные связки, и работая с сервисом, бизнес всегда будет выигрывать. Скажите, пройдя обучение в вашей школе, учащиеся, назовем их так, какие компетенции получат? Сейчас мы говорим про руководящий состав, соответственно, мы здесь говорим про управленческие навыки для руководителей сферы гостеприимства, как правильно запланировать, организовать работу коллектива, как работать с ценообразованием, использовать инструменты динамического ценообразования, какие есть подходы в бронировании, потому что очень многие продолжают какие-то статические инструменты использовать. Например, задали одну цену на услугу, и она действует из года в год в течение года, каждый месяц и каждый день, она стандартная, без учета сезонности, без учета каких-то дополнительных информационных поводов, которые происходят. И, по сути, это и есть те стандарты, можно сказать, международные стандарты, которые действуют в сфере гостеприимства не только в ХМАО, не только в России, и мы эти стандарты в том числе будем с ними знакомить и постепенно их заводить на предприятия Югры. Ну еще, если позволите, небольшое добавление. Сейчас очень важно, у нас поменялась психология нашего потребителя, и реагировать каким-то правильным образом на ожидание от отдыха, на ожидание от обеспечения безопасности, физической безопасности. Это одни из главных триггеров, которые сегодня позволяют нам принимать решение о поездке, совершении путешествия в тот или иной регион. Наши предприятия должны быть к этому готовы. Уже сформировался опыт за 2020 год, и вот в том числе мы будем обсуждать, каким образом выстроить максимально комфортную модель для обоих участников этого процесса. Если чуть-чуть еще дополню, если говорить именно о непосредственном про отели, то уже сейчас отели меняют абсолютно подход к процедуре уборки и обслуживания номера. Они меняют периодичность, например, делают только по заказу, убирают, например, регулярные какие-то уборки. Ну, это на усмотрение каждого отдельно взятого отеля. Меняются процедуры регистрации, меняются подходы к времени, возможному времени заезда-выезда, ну, соответственно, с привязкой к необходимым доплатам или к тому, что наоборот, исключают необходимость этих доплат, идут навстречу гостям. То есть очень много нюансов в каждом бизнес-процессе внутри отеля. Они действительно изменились и продолжают меняться. — Такой вопрос. Скажите, кто приглашен на школу в качестве преподавателей? — В качестве преподавателя у нас выступают наши практикующие руководители служб и подразделений, которые много лет работают в Югре и в других регионах. Преимущественно, поскольку у нас школа-сервисов создана на базе Югорской долины, это руководящий состав служб Югорской долины. При этом мы, как я уже озвучила, нацелены создать сообщество. И вот благодаря той же поездке в Сургут, работе с тем персоналом, который есть у нас в Ханты-Мансийске, тоже привлечь там тех экспертов, которые готовы делиться своими знаниями и опытом с коллегами. — То есть это люди с практикой живой? — Безусловно, да. Это только именно практикующие руководители, специалисты и эксперты. — Это одна из главных философий, которую мы с коллегами обсуждали на стадии формирования концепции школы, потому что теоретических знаний накоплено достаточно большое количество, но очень важно преломление к конкретной сфере деятельности. Поэтому 70 на 30, мы, по-моему, такого процентаж утверждали. 70 — это именно практические занятия, а 30 — это теоретические основы, если они необходимы. — Ну и сейчас такое время, когда ты любую информацию условно можешь загуглить и найти стандарты, найти любую необходимую теорию, скрипты, речевые модули, а вот непосредственно опыт ты не загуглишь. И как раз опыт наших экспертов и тех, которых мы будем привлекать, это самое дорогое, чем можно действительно поделиться внутри нашего региона сегодня. — Хорошо, да. А теперь предлагаю дать слово нашим журнистам, которые присутствуют в этой студии. Пожалуйста, если есть вопросы. — А если игра, Оксана Шоман, я бы хотела бы узнать вообще, на какое количество рассчитаны курсы, какое количество будет подготовлено их в итоге, и к вам, непосредственно, как работнику Легорской долины. Что вообще ожидается сейчас в Легорской долине? Будут ли у вас какие-то новые предложения? Может быть, вы продумали какие-то интересные вещи, экскурсии, что-то есть? — Спасибо за вопрос, Оксана. — То, что касается размера групп. По опыту нашего первого потока мы формировали группы до 10 человек для того, чтобы обеспечить соблюдение всех мер безопасности и комфортный процесс обучения. Пока мы в этом же режиме продолжаем работать, если говорить именно про очное обучение, то есть группы до 10 человек по каждому направлению. То, что касается Югорской долины, не могу прокомментировать, потому что не моя сфера ответственности и деятельности. Я думаю, о всех новостях, которые будут возникать, мы обязательно с вами поделимся. — И, Владислав, это тоже вопрос. Вот как бы мы ожидаем, что у нас наконец-то уйдут все ограничения, и будут люди приезжать хотя бы какое-то количество. Вообще, возможно ли в этом году возобновление, ну не знаю, 50% потока тех людей, которые приезжали сюда даже, ну, по каким-то таким, можно сказать, что событиям, как бы, ну, на события какие-то непосредственно. И вообще, когда лучше, на ваш взгляд, приезжать в игру отдыхать земной и этом осенью? — Можно начну ответ с конца, когда лучше приезжать? Да круглый год. На самом деле у нас есть чем заняться, и в зимний период мы очень часто на всех своих презентационных мероприятиях говорим о том, что у нас действительно самый белый снег, и это правда, и снежный покров, он сохраняется гораздо дольше, и он раньше ложится на нашей территории, чем на территории всей остальной Российской Федерации. И Центральная Россия очень соскучилась по пушистому снегу. Кроме того, что мы обладаем прекрасными природными аспектами и видами, у нас еще создано очень большое количество инфраструктуры для активного занятия спортом. Если мы говорим про Ханты-Мансийск, на самом деле очень большое удивление вызывает, что в центре города практически находится спортивный комплекс, где вы можете покататься на сноуборде, где вы можете прокатиться на лыжах. И для очень многих туристов это является таким очень привлекательным аспектом для путешествий. Активные выходы на территорию Приполярного Урала, они доступны практически круглый год, с исключением месяц-сезонья, если мы говорим о массовом продукте, если мы говорим о продукте элитарном и с вертолетными забросками, то это практически действительно круглый год это возможно. Рыбалка – это один из поводов приехать к нам в Ханты-Мансийский автономный округ за трофеями, к нам сюда приезжают. И здесь все зависит от того, насколько вы любите тот или иной сезон. Зиму, лето остается на выбор потребителя. Если перемещаться, конечно, большой популярностью сейчас возрождается новый виток, это развитие промышленного туризма, промышленные туры. Югра в этом смысле представляет очень большой интерес для территории всей Российской Федерации. И у нас очень часто возникают вопросы и запросы на то, как можно увидеть, как добывается нефть. Но мы славны не только тем, что умеем добывать, но и создан очень мощный музейный комплекс, который позволяет понимать весь процесс. Он музеифицирован, скажем так. Вы можете не только присутствовать на самом месторождении, естественно, это с определенным соблюдением требований, но еще через музейную экспозицию понять. Ну и, безусловно, этнография. Этнографическая составляющая – это один из поводов, посетить территорию. Что касается вопроса восстановления потока. К сожалению, на текущий момент никто не может дать точный ответ, в каком процентном соотношении будет поток восстанавливаться. Если говорить о прогнозах федеральных экспертов, то ставят значительно большой разброс по цифрам от двух до шести лет на всю территорию Российской Федерации. Безусловно, так как Югра является регионом с очень интересным и насыщенным календарем событийных мероприятий, для нас событие – это один из поводов, повторюсь, приехать на территорию региона. Буквально 10 апреля у нас состоится Егорский лыжный марафон. Сейчас началось широкое обсуждение этого мероприятия. И мы надеемся, что, несмотря на некоторую осторожность еще путешествующих на Егорский лыжный марафон, как на одно из самых интересных спортивных мероприятий в ряду событийных, к нам приедут гости. Если говорить про 2020 год, то у нас снижение объема потока произошло практически в 2,5 раза. Более точно мы сможем сказать, к сожалению, только к середине 2021 года, когда органы статистики сведут все свои показатели. Но предварительно это примерно 2,5 раза. Доходность от туризма, к сожалению, сокращение порядка 4,5 раз, если мы говорим о объеме платных услуг, которые оказывались сферой туризма. А какие-то цифры тогда 2019 года? Вы говорите там 2,5 раза. В 2019 году объем туристского потока по данным коллективных средств размещения составил практически 580 тысяч туристов в год. Это число размещенных. Соответственно, объем платных услуг это порядка 5,5 миллиардов рублей. Практически даже больше. К 6,5-9,5 миллиардов. Составляла эта цифра. На ваш взгляд, вообще либра на что должна делать старт? На что? Три ключевых направления, которые в том числе и мы отразили в новой концепции, точнее обновленной концепции развития туризма. Я, в общем-то, их ранее перечислила, но еще раз акцентирую внимание. Этнография, событийные мероприятия, активный аудотуризм. Это активные выходы, это более, скажем так, плотное общение с окружающей средой. Это тот тренд, который поддерживается уже во всем мире и он стал особенно актуальным в 2020 году, потому что есть возможность обеспечить безопасность и некоторую, в хорошем смысле, изоляцию от большого скопления людей. То есть это экотуризм? Вы знаете, вот сейчас у нас очень многие спорят, нет очень четкой грани между экологическим туризмом, аудотуризмом, активным туризмом. И даже самые большие споры сейчас вызывают гастрономический туризм. В классическом понимании гастрономический туризм или же отдельные компоненты при вашем путешествии. Поэтому обозначим так. Активные выходы, отдых на природе, организованный, цивилизованный отдых на природе, восхождение, экстремальные туры, это все относится к этому направлению. Пожалуйста, все вопросы. У нас сейчас есть доступные инструменты, это онлайн-формат, формат таких онлайн-классов. И мы в том числе сейчас на стадии скорее переговоров с каким запросом, с какими потребностями, с какой программой формировать вот такие онлайн-встречи для тех, кто работает в сфере Хорика. И онлайн позволит нам уже туда подключить и Нягонь, который мы немножко тут пока обделили вниманием, и Нижневартовск, и наши районы, и другие объекты. Поэтому пока мы смотрим на вот этот инструмент онлайн-видеоплощадок. Базируясь в Сургуте, мы предполагали, что территории, прилегающие в том числе, будут иметь... То есть мы никого не ограничиваем. Проводя мероприятия в Хантамансийске, это не значит, что только предприятия Хантамансийска могут принять участие. Пожалуйста, мы открыли двери для всех по предварительной регистрации, для того, чтобы правильно сформировать группы. То же самое в Сургуте мероприятие. Конечно, есть планы по масштабированию. И в первую очередь это основано на тех туристских территориях, которые мы обозначили приоритетными для развития туризма в регионе. Кстати, я не озвучила о том, что участие в этих мероприятиях, перечисленных, оно бесплатно. Ну, обязательно предварительная регистрация. Регистрацию мы сделали доступной у нас на сайте Welcome to RECA. И там любой может оставить заявку. Далее мы уже связываемся и приглашаем конкретную площадку. Добро пожаловать. Реклама, Юлия Целегородцева. Сколько югарчан планируется охватить всего обучением? Первый вопрос. И второй, какие летние новые программы, туры будете предлагать нашим въездным туристам? Давайте со второго начнём. У нас традиционно, вот и, кстати, сейчас проходит онлайн-выставка «Знай наши», на которой мы представляем… Ваш вопрос очень связан с тем, какими ключевыми точками и объектами туристского притяжения и вообще поводами для посещения округа являются. Конечно, мы представляем, мы надеемся, что не изменится в худшую сторону эпидемиологической ситуации и пройдут наши замечательные событийные мероприятия. Это гонка гребли на обласах. Это обязательно самотлорские ночи, фестиваль. То есть мы делаем ставку на событийные мероприятия и их промотируем сейчас уже для туристского сообщества всей территории России. Мы планируем новые обновлённые программы, касающиеся посещения этнографических стойбищ. И сейчас активно ведём работу и переговоры с туроператорскими компаниями, работающими в Югре, по формированию новых продуктов в этом направлении, потому что этнография, я повторюсь, это один из тех моментов. Или же элементы этнографии при посещении с другими целями нашей территории. Активно начинаем работу по промотированию туров на Приполярный Урал. У нас есть значительные планы по развитию этой территории. Это в первую очередь территория Берёзовского района. И, соответственно, гастрономии, как направление сопровождающее и окутывающее все вышеперечисленные, тоже активно представляем и считаем, что это один из каплик при принятии решений для посещения Югры. Ну, рыбалка, я её включаю в активные туры. А по территориям можно, вот если гастротуризм, то где? Если Эльна, то где? Где селёдкой кормят? Вот селёдкой с Освинской кормят только в Берёзово, в Берёзовском районе, потому что её там добывают. И, кстати, вот буквально на днях у нас состоялась презентация одного из предприятий, которое организует рыбалку, и в том числе у него есть разрешение на промысловый вылов сельди. И человек может принять участие, естественно, с предварительной подготовкой, соблюдением всех норм безопасности, принять участие как раз в промышленном вылове этого нашего айдемика и бренда. Я даже не побоюсь этого слова, потому что сельская сель действительно – это тот гастрономический продукт, который популяризируется и узнаваем на всей территории. Кандинский гриб является одним из наших гастрономических сувениров. Безусловно, оленина и все производные от этого вида мяса. Строганина из рыбы. Если говорить про сладкую десертную часть, то мы гостям и с большим удовольствием на всех презентационных мероприятиях дарим наши сладкие сувениры из мармелада с мхом. Это вызывает очень большой интерес. Есть живость ягоды, понимаем, что клюква достаточно распространенная ягода, но тем не менее такой вкусной и полезной клюквы нет больше нигде. Кедровые орехи и княжника – это одна из тех ягод, которые, во-первых, вызывают вопрос, вообще такая ягода существует, это не сказочная ли. И мы рассказываем и с удовольствием делимся информацией, что это реальная ягода, которая произрастает у нас на территории округа. И, в общем-то, за разными вкусностями нужно отправляться на разные территории. Но все производители у нас же, вы знаете о существовании магазинов, в которых можно концентрированно купить всё, что производится на территории автономного округа. И это является гастросувенирами. Жёсткой специализации за этнографией только в Сургут или Сургутский район нет. Мы чаще, правильно, наверное, будет ответить таким образом на вопрос. Гостевые стойбища, которые принимают туристов, находятся в Сургутском районе, в Хантамансийском районе, в Нижневартовском районе. Если мы говорим о промышленном туризме, то здесь больше территория, прилегающая к Галыму, Нижневартовскому району. Культурно-познавательный туризм – Сургут, Хантамансийск. Активный туризм, экстремальный туризм – это Берёзовский район. Вот если очень коротко, то это примерно так. — Посмотрите, пожалуйста, грибы они будут просто пробовать и блюда, или собирать тоже? — Всё зависит от того, какой вид путешествия человек выбирает. На самом деле, даже если вы едете на рыбалку, допустим, в Нижневартовский район, то, как правило, базы предлагают дополнительные услуги, в том числе по возможности сбора, показывают грибные места и дают возможность потом это перерабатывать, и можно увезти с собой. Это такая возможность, естественно, есть. Если вы хотите уже купить готовый продукт, то, естественно, наша принимающая сторона, туроператоры, с удовольствием вам покажут те места, где это можно сделать от местных производителей. — И рыбачить вот с отверткой селёдкой, да? Это на промысловых каких-то судах это будет проходить? — Да, это происходит сетями. Здесь, знаете, деталек этого процесса я, к сожалению, не принимала сама лично в этом участие, но буквально недавно состоялась презентация одного из предпринимателей Берёзовского района на онлайн-выставке, и он рассказывал о возможности поучаствовать в этом правословном вылове. Каждый год немного сдвигаются сроки, когда это возможно сделать. Можно уточнить у него, как у человека, который имеет квоту на вылов этого вида рыбы, как это происходит, какую необходимо пройти подготовку, как вас экипируют, каким оборудованием вас снабжает принимающая сторона, что вам необходимо взять с собой, и, главное, расскажут, как правильно её солить. Потому что говорят, что у сосенской сельди есть очень много особенностей при приготовлении... — Я говорю, что это вовсе не сельди. — Ну, вот знаете, вот вы взяли, и весь гастрономический бренд сейчас разрушили, всю нашу легенду создана, что это единственная пресноводная сельдь. Мы так с большим интересом про это рассказываем, но при этом ссори с научным сообществом, конечно. — Наше воображение и желудки готовы к обезу после этого вопроса. — Да. — Чуть-чуть изменим. Виктор, скажите, вы как специалисты понятна инфраструктура, белый снег и прочее, а сервис насколько готов у нас? — Сервис у нас такой, что нет предела совершенству. И сервис — это, в первую очередь, люди и стандарты. Ну, то есть для меня сервис — это две основные составляющие. Это стандарты. Они обычно регламентированы, прописаны, зафиксированы. Но часто эти регламенты остаются мёртвыми и, ну, вот в такой бумажной пыли и оседают, собственно. И вторая составляющая, ну, наша задача, чтобы этот сервис был живой, и эти стандарты, они тоже были живыми. Они все у нас практически выражались в работе наших сотрудников. И вторая составляющая — это радушие. Ну, мы это называем шесть правил гостеприимства. И эти шесть правил гостеприимства разбираем на наших встречах с работниками сферы Хорики, где как раз мы уже смотрим, а из чего складывается вот этот вот неосязаемый сервис, как его можно потрогать. Это в чём-то и клиентоориентированность, и как она, в чём она выражается, как её можно считать, как её можно померить. Это и работа, ну, вот если говорить про клиентоориентированность, её можно померить отзывами. Отзывы нам вообще всем доступны. Можно хоть сейчас открыть там Booking, Дубльгиз, любую платформу, посмотреть, что пишут про наши предприятия. Здесь важна компетенция работы в команде, потому что такая история коллективная. Мы все взаимосвязаны, работая внутри отеля, ресторана или туристического объекта, и мы все ведём нашего гостя, мы все на него должны быть очень сильно такой... Это человекоориентированная сфера и среда, и человекоориентированный бизнес. И каким образом прокачать и развивать эти компетенции у себя и у вашего персонала, так чтобы они стабильно и регулярно давали результаты, проявлялись в общении с гостем, вот этому мы и учим в школе сервиса. И всё-таки уточню вопрос. Понятно, что есть стандарты, насколько они соблюдаются. Вопрос вот в чём. Насколько готовы мы всё-таки? Ну, мы говорим про стандарты не федеральные или технологические, хотя мы тоже эту часть разбираем, мы скорее говорим про стандарты, в том числе поведение коммуникационное, про... Они соблюдаются в меру того, насколько заинтересована бизнес, ну, либо предприятие, организация повышать уровень сервиса. Сервис складывается из уровня лояльности и удовлетворённости наших гостей, из уровня удовлетворённости коллектива и персонала, который каждый день на работу приходит с улыбкой или с другими эмоциями на лице. Поэтому здесь очень много таких точек замера, которые действительно можно делать. Главное, чтобы был интерес вот у управленца, как раз с кем мы сейчас хотим наладить этот контакт, в первую очередь, развивать и регулярно вкладываться в обучение своего персонала. Потому что эта история работы с сервисом и с обучением, она не должна быть импульсной. Когда она импульсная, она даёт вспышку этого результата, которого хватает на 2-3 месяца максимум. Она должна быть регулярная и стабильная. Мы готовы помочь её организовать, готовы задать этот импульс, и далее, чтобы уже рассчитываем на понимание, сознательность и уровень культуры наших руководителей, которые дальше этот процесс будут поддерживать и сопровождать внутри коллектива регулярно. Хорошо, зайду с другой стороны. Вы как специалист скажите, к чему не хватает в этой сфере, по вашему мнению, у нас в Югре, к чему стремиться? Где самые проблемные места в сервисе? Наверное, не хватает вот как раз вот этой человекоцентричности. Я не говорю именно клиентоориентированности, а именно человекоцентричности. Когда мы в центре своего внимания ставим на нашего гостя его потребности. И какой бы ни был у нас стандарт на бумаге прописанный, в отдельных ситуациях, под отдельный его запрос, мы готовы быть гибкими, мы готовы проявить человечность. У нас есть, например, отели и точки размещения, где ресепшн работает, например, только до 20.00. Ну, я сталкивалась сама с таким. И то есть суть в том, что если у тебя задержался трансфер или дорога была более долгой, чем ты запланировал, допустим, если это автомобильная дорога, то после 20.00 тебя не заселят. Ну, как это вообще возможно? Вот такие моменты вы объясняете руководителям на школах? Мы их объясняем, мы рассматриваем три основных стандарта и вглубь уже работаем с каждым. Это технологический стандарт, это как раз, каким образом у нас должны быть запущены бизнес-процессы. Не знаю, как на полочке ванной должны быть расставлены там бутыльки с бытовой химией, или как должен быть укомплектован номер, или как укомплектована там тележка горничная. То есть это такие обязательные вещи стандартизированы. И также мы рассматриваем стандарты поведения, это коммуникационные стандарты, это как мы разговариваем с гостем, как мы его приветствуем, когда мы отвечаем на телефон, как мы себя ведем в конфликтных, нестандартных ситуациях, которые в гостеприимстве, они происходят каждый день. Каждый день происходит какая-то ситуация, которая не прописана, с которой ты не сталкивался. И здесь вот это умение сохранить спокойствие, эмоциональный, позитивный настрой и быстро принять решение, чтобы удовлетворить нашего гостя и дать ему этот короткий путь, быстро решить его запрос. Вот со всеми этими компетенциями мы как раз работаем, задаем и инструменты прописанные даем, и даем практическую часть, это какая-то тренинговая форма, игровая форма, ролевые игры, где мы уже прорабатываем это в таких сценариях, на реальных кейсах. Скажите, а вам часто приходится работать в полях, скажем так, изучать рынок изнутри, бывают гостиницы, каких-то торговых точках? Безусловно, у нас каждые выходные заканчиваются рассказом. Хорошо, и обладая вот теми знаниями о стандартах, о требованиях, о нормах, как вы реагируете? Не сложно жить, вот обладая такими навыками? Не сложно с пониманием абсолютно, потому что... Человек такой радостный и позитивный, конечно же, не сложно жить. Просто когда ты знаешь чуть больше и видишь чуть больше, то скорее хочется людям, ну, помочь, подсказать, дать обратную связь. То есть вообще, мне кажется, это задача каждого гостя, вот даже не сотрудника хорики, а каждого гостя, если видеть, что можно было сделать лучше, или что где-то, я не знаю, вот мне там принесли хинкали с рваным тестом, и официант, в принципе, не спрашивает, было ли вкусно. Но я считаю, что это мой долг передать информацию шеф-повару, что, ну, не получилось, что до меня это дошло холодным, с нарушением там внешнего товарного вида, или услуга была какая-то искаженная, не вовремя предоставлена. То есть это задача каждого из нас, в том числе давать эту обратную связь с предприятием, чтобы они ее слышали. Чем чаще мы ее даем, ну, желательно, конечно, конструктивную, сейчас речь не идет о там сугубо негативных отзывах, тем больше вероятность, что мы будем услышаны, и предприятия тоже будут меняться, реагировать, и разворачиваться, и улыбаться к гостям. Слушайте, а в том случае, у вас как-то аккумулируется информация, вот отзывы, скажем так, о наших предприятиях? Вы где-то их собираете или отслеживаете? Ну, сейчас они доступны на открытых платформах, как я уже озвучила, здесь какая история, то есть если нас приглашает какая-то организация, чтобы провести аудит или обучить сотрудников, то мы начинаем как раз с аудита, смотрим отзывы, делаем тайный звонок, тайный покупатель, смотрим там замеры, которые возможно на цифрах, именно в цифровых показателях посмотреть. И когда у нас есть запрос, мы собираем всю эту фактуру, и уже после анализа ее мы приступаем к обучению. Если позволите, немножко добавлю, вы затронули очень интересную тему, в первую очередь, что же нам мешает, и какая проблема на текущий момент в сервисе. Вот я пыталась на него ответить, и, наверное, отвечу одной фразой. Это неоднородность. Любая территория, которая претендует на гордое звание туристской территории, привлекательной для туристов, должен быть обеспечен минимальный уровень сервиса. Что такое минимальный уровень сервиса? Каждая территория для себя решает, наверное, отдельно, но в первую очередь, если говорить о фактических моментах. Это элементы безопасности, это элементы, когда вы себя чувствуете комфортно. Главная задача любого сотрудника, неважно гостиницы, ресторана, органы исполнительной власти, создать такие условия, чтобы гостю на вашей территории, которую он посещает, было комфортно, безопасно, и он, самое главное, это один из главных показателей для нас, обеспечить возвратность гостей. То есть, чтобы вы захотели второй раз сюда приехать. Это достигается большим количеством усилий, причем с различными участниками рынка. Как мы, как центр компетенции, отслеживаем качество сервиса и качество услуг. Это постоянная работа. К сожалению, сегодня померить сервис, а завтра его не мерить, это невозможно. Уровень сервиса – это не температура, которая фиксирована, это такой очень живой организм. Мы, в первую очередь, занимаемся анализом отзывов, анализом тех предложений, которые поступают. Ну и косвенными признаками качественного, некачественного сервиса, кроме отзывов, является объем туристского потока, объем возвратных туристов, портрет туристов, точнее, портрет тех людей, которые приезжают на территорию округа, как он меняется, какие у нас целевые аудитории были два года назад, кто к нам приезжал, кто сейчас. Вот этими всеми инструментами мы пользуемся, и в том числе школа возникла, мы поддержали этот проект, это инициатива Югорской долины, поддержали этот проект в том числе для того, чтобы обеспечить некрасивое слово, но выравнивание уровня сервиса в целом на территории всего округа. Да, хорошо. И в финальной части позвольте вопрос обеим нашим гостям. Скажите на вашей памяти, какой был самый интересный отзыв о Югре? Можете вот так взлет вспомнить? Что-то, что запомнилось? Я вспоминаю только вчерашние эпитеты вчерашней презентации Югры, и как раз мы затрагивали аспект активного туризма. Не могу сказать, что это самый запоминающийся отзыв, но после того, как гости, несмотря на то, что это презентация онлайн, они увидели кадры, они увидели видеоролики или фотографии, вопрос, точнее вопрос, а большое количество комментариев, а это у нас, а это правда есть, а это доступно. Вот для нас это, к вопросу о работе с отзывами, звоночек о том, что необходимо усиливать, в том числе и достучаться до той аудитории целевой, которую мы для себя определили, то есть это наш, скажем так, план на ближайшую работу. Ну и второй момент, действительно природа, этнографические аспекты, гастрономические аспекты, и вчера это очень активно затрагивалось, они вызывают отклик, как это принято сейчас говорить, у наших жителей страны. Что ж, можно пожелать побольше восторженных отзывов, как вы выражаетесь, возвратности большей. Это не мы. На этом наша пресс-конференция заканчивается. Большое спасибо нашим гостям, коллегам-журналистам. Увидимся на следующей встрече. Спасибо. Спасибо. Спасибо.